на мою трансляцию этот прикольный вопрос типа я бы хотел бы его обговорить на примере того человека которого я знаю то есть жесткий это ютубер довольно такие типа известные то есть у него есть просмотры вот его статистика получается месяц назад да это пиковый онлайн 2000 это 2000 2000 2000 то есть у него средний онлайн 2000 то есть неплохо да сейчас появилась вот эта тема и она начала хайпить очень сильно в тик токи то есть там ребята делают такие короче штуки как типа а вы знали что такой-то такой-то стример раздает скины за баллы как вы думаете правда это или нет и они типа покупают скин и потом им скидывают они такие ухты они реально отдают скины эти видосы набирают как реклама выглядит вообще это выглядит как реклама это есть реклама они такие типа то есть они набирают большое количество просмотров потому что людям интересно отдают ли все-таки скины или нет и они досматривают тик ток до конца если они досмотрите кто до конца он продвигается вот сегодняшний его стрим я сегодня делал замеры то есть как бы типа просто посмотрел на ребят у него было сегодня 9000 онлайна 9000 онлайн это чтобы вы понимали у него было на рекламе то есть он крутил кейсы это игру ни в коем случае не хейт я знаю жесткого и как бы то есть если даже это он увидит ни в коем случае не хейт я неплохо к тебе отношусь он гений блять алло я так же это не это не он это не он начал я так думаю что это не он начал смотрите короче объясняю в чем прикол есть стримеры сегодня я сидел на стриме у строго его рейдили люди скорее всего эти люди пытаются так дать о себе знать радио крупных стримеров вот сегодня строго было там 8000 его зарейдил чел 2800 человек он говорит спасибо типа а кто ты то есть он не знает что это за человек потому что то есть и у него до этого было 100 онлайн а а сейчас у него 3000 понимаете то есть я не знаю скорее всего сейчас сейчас особо никто не стримит но мы в принципе можем зайти в категорию кс го и попытаться попытать удачу может быть чат кто-то сидит вот как вариант вот как вариант до 300 тони spacex знаете кто это нет ни разу не видели окей давайте зайдем вообще не особо ориентируюсь давайте зайдем по чисто чисто ради интереса заходим сюда что у нас здесь есть граффити стикер вот получается по сути у нас есть магазин а видим да у нас есть магазин со скинами полный то есть тут прям смотрите можно покупать и как бы эти призы отдаются и ножи отдаются ебать я так же делаю на 300 миллионов драгон лор у него до 100 миллионов драгон лор как бы то есть вы должны понимать прикол вы должны понимать прикол что например я да даже если у меня был бы разбанен твич я особо такое сделать не могу практически потому что у меня миллионы челов имеют там по 80 миллионов по 100 миллионов до ставки да так нет у них тоже есть ставки нет какая разница нет они не понимали чтобы вы понимали то есть насколько это круто работает это работает настолько круто что актив у него реально на 5000 то есть я заходил к ним в чат и вот у кого сидят эти ребята там актив прям бешеный то есть типа это сидит 5000 по активу знаешь например это ну например когда у славы 10 то есть это примерно вот так по активу погоди а это же еще правильно я понимаю что за платную сапку я сделал погромче чтобы сообщение баллы дают нет 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 за платную подписку дают больше баллов просто не очень активные насколько я помню как раз сообщение в чате они повышают выработку баллов мне как-то это объясняли не там просто нельзя фокашить по идее проблема в том что позади пожалуйста его просмотры посмотреть там нормальный сто процентов просмотр да я уверен что там очень хорошие просмотры ты что нет же уники дима там будут плохие просмотр там это уники обычные типа это просто люди это по это это не накрутка это вот то что мы сегодня смотрели там учил да 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 у них есть такая тема что подожди вот пишут посмотри стату кого посмотреть стату или что кидали короче чтобы вы понимали просто я вам объясняю я вам объясняю я вам объясняю это будущее твича это будущее твича можете забыть я вот вам говорю всем фриком говорю можете забыть о честной конкуренции то есть типа ее не будет вообще Все. Кто из вас сейчас не поставит продажу скинов и всего этого на Твич-канал, он просто, грубо говоря, сдохнет. Это я вам всем объясняю, потому что я провел аналитику за двое суток. И давайте посмотрим вот этого стримера, которого скинули. Я не согласен. Почему я зеленый? Почему я зеленый? Почему я зеленый, Вадим? Давайте вот это. Я не слышу пчелку вообще. Да как так-то, ебта масла? Тихо, Леш, пожалуйста, я тебя моля, не кричи. Почему Макрица говорит, что меня не слышит? Я тоже, кстати, Лех. У меня очень тихий Алексей. Очень тихий Алексей. Я Леш нормально слышу и слышала тоже нормально. Что за бред? Алексей слышите не в Дискорде, а в ОБС-Ниндзя он звук снял. А, в ОБС-Ниндзя нажми галочку, убери. Да, по-любому я слышу в ОБС-Ниндзя, я же его вывел. Он у меня так орет. А, ну вот так сейчас. А, все, чел пропал. Алексей? Алексей громче сделает. О, все, я сделал. О, заебись. О, господи, все. Ладно, второй вопрос. Почему я зеленый у тебя на вебке? Уже все, уже отлично. Короче, тема такая, смотрите, тема такая. Я говорю, это все. То есть вы должны понимать, что вам нужен четкий магазин. Все. Приток онлайна теперь будет у всех. Онлайн вернется сейчас на Твич, и бустера будет смотреть 60 тысяч. Если бустер сделает вот это вот завтра, и завтра запустит стрим. Все будут сидеть и фармить вот эти моменты. Вы должны понимать, что вы должны к чему-то прицепиться. Что больше, например, подходит к школьникам? Что больше подходит к школьникам? Какие-то там игрушки прикольные? Нет. Вам нужно подойти. Ну, почему? Ну, зачем, например, вот как у Дины, например, мягкая игрушка, вот эта вот курица? Зачем школьнику? Нет, 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 я про стим, я про стим тебе говорю. Игры в стиме продавать. Игры в стиме почему бы нет? Тоже может быть. Я просто вам говорю, что вот посмотрите статистику человека. Месяц назад его смотрело 70 человек. Сейчас его смотрит. Вот, скорее всего, он добавил вот эту штуку. Полторы, полторы, две, 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 четыре тысячи. Сегодня смотрело четыре с половиной тысячи. Ну, значит, надо добавлять магазины и знаешь, что может быть. Теперь каждому нужно просто добавлять магазин. Потому что конкуренция с людьми, которые... Ну, это я вам говорю. Я просто еще не говорил со всеми. То есть я хотел именно прямо осветить эту тему. Потому что я понимаю, что просто за этим будущее. Все. Теперь из-за вот этих магазинов, из-за вот этих поинтов, что люди начали делать, сейчас будет полнейший хаос. Я уже видел там, Каравай писал, что я сейчас добавлю там за баллы. Сейчас все начнут это добавлять, потому что... Я тоже ебать начал. Главное, ребята, проблема в том, что вам нужно ставки отключить. Потому что если у вас есть ставки, у вас баллы могут... Да нет, если у тебя есть ставки, то ты просто дороже все делаешь и все. Нет, там прикол в том, что смотри. Смотри, смотри. Нет, 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 я вам объясняю. Я вам объясняю. Даже не важно на эти ставки. Хотя нет, по идее очень важно. Потому что чел реально может 250 там олынить и купить у тебя драгон лор, понимаешь? И тебе нужно будет отдавать. Не факт, что он олыниет. Объясняю, как это будет работать. Объясняю, как это будет работать. Смотрите просто, как это все прикольно можно сделать. По сути, вы будете 100% окупаться. Почему? Потому что ваша реклама будет стоить дороже. Рекламу вы будете крутить на онлайн такой же самый, на который вы делаете контент. То есть, например, там у Ромы будет сидеть на контенте 15 тысяч, на рекламе будет сидеть 15 тысяч. Рома уйдет со стрима, будет сидеть 15 тысяч. Там онлайн никак не двигается. То есть, вообще. Люди, что бы ни делали, люди уходят, онлайн сидит. Все. То есть, как бы считать, что это прикольно, ну, как бы, ну, да, типа норм, почему бы и нет. То есть, я сейчас понимаю, что... Так, о чем проблема-то в этом? Ну, проблемы нет просто. Ты поощряешь зрителя за то, что он смотрит. То есть, тут, ну, это же мину, ничего такого-то нет. Не в том, что проблема, не в том, что проблема. Я просто говорю, что сейчас конкурировать, конкурировать обычные стримеры без магазина не смогут с теми людьми, у которых магазин. Даже вот, например, сейчас сидит Десаут. У него 3 тысячи. Был бы у него магазин, я думаю, спокойно в 1010 сидело, фармило поинты. Единственная логическая проблема, которая может быть, это то, что упадет актив. То есть, именно, что люди просто будут заходить и выходить, ну, и сидеть в АФК. Вань, тут знаешь, в чем проблема, к чему Вадя ведет. Что смотреть будут не стримеры и не то, что он делает, а, грубо говоря, контент перестанет цениться, который ты делаешь. А смотреть будет просто потому, что человек хочет получить награду. И не важно, что ты делаешь, АФК, либо не АФК, либо какое-то шоу, либо не шоу. Я объясняю вам четко к этому, я объясняю вам четко к этому все, что говорит Леша. Я говорю, что вам просто невозможно будет конкурировать с стримерами. Вы понимаете, что это только начало? Это вот началось буквально, ну, когда это началось? Ну, это вот буквально вот началось. То есть это будет набирать сейчас такие обороты, которые просто вот ты, например, будешь делать контент, да, а человека будут смотреть только потому, что у него есть поинты и то, что он продает скины. И как ты будешь продавать скины? Вот ты, например, да, вот ты более крупный стример. Например, что сейчас может сделать бустер? Я думаю, бустер, который вот, он сейчас тильтует очень сильно из онлайна. Я думаю, его через неделю, вот, я не знаю, можете скринить, потому что на ютубе нельзя делать клипы. Я думаю, через неделю бустера будет смотреть, ну, тысяч пятьдесят минимум. Просто стримы, он просто будет играть в CSGO, его будет смотреть тысяч пятьдесят. Потому что он придет сегодня и сделает полный магазин скинов. Каждый стрим, он будет, там, например, каждый час, вот у него сейчас трансляция идет три часа. Вадя, 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 пишут про ключ. Ты ничего лишнего не показал? Показал. Ключ трансляции спалил. А нет, вот это показал. Там вот это, ребят, там нет ключа трансляции. Это вот, вот эта вот штучка, видите, которая сверху, вы ее все видите. Вы ее все видите. Ссылка на стрим, в смысле. Да, ссылка на стрим. Люди будут в любом случае приходить, ты будешь делать ставки, и они будут смотреть то ли твой матч по CS, либо шоу, либо какую-то игру, и болеют за ставки, потому что они болеют, по сути, за свои скины. Смотри, я объясняю. Ставки, это будет просто разъеб полный. То есть, когда люди будут ставить, они будут ставить как свои деньги. То есть, и там, это грубо говоря, все, начинается букмекерка на Твиче. Вот такая настолько жесткая. Я говорю, контент сейчас, мне кажется, потеряет свой смысл вообще из-за вот таких стримов. Объясняю, почему. Потому что, смотри, например, вот человек, который будет делать контент, его будут смотреть, а на другом стриме будут тоже сидеть, чтобы копить поинты, понимаете? Там все в плюсе будут, понимаешь? Нельзя больше двух стримов, по-моему. Да это не все будут в плюсе, поверьте. Нельзя больше, чем на двух стримах одновременно баллы собирать, насколько я помню. Да? Ты думаешь, есть такое? Что ты не можешь, типа, 10 вкладочек открыть? Да, скорее всего. Это откуда инфа такая? Блин, Дим, так хотелось бы твое лицо нормально видеть. Я вот каждый раз, когда вот смотрю, у меня как-то я расстраиваюсь. Такое чувство, будто я, ну, типа, неадекватных людей позвал, блядь. А каких-то дурачков, блядь, ебаных на стрим. Вадь, Вадь, ну, подожди, тебе когда будет 34, я посмотрю на тебя, вот честно. Я уже, вот знаешь... Когда ему будет 34, Ваня, тебя уже нахуй я... Я понимаю, что вполне все уже, ну... Вань, Вань, когда ему будет 34, я, блядь, боюсь, что не посмотрю уже на тебя. Просто я вам говорю, что, типа, если вы не видите, если вы не видите в этом опасности, вы говорите, ну, ну, что? Ты поощряешь своего зрителя за просмотры. Тут это не так звучит, ты его подкупаешь, тебя смотреть. Тут только твич может что-то сделать. Вань, обрати внимание, я тебе так скажу, это пошло не только на твиче, это вообще, мне кажется, с ВК пошло. Посмотри, у меня сейчас есть магазин, у Славы есть магазин, ты себе, я думаю, добавишь магазин. Посмотри, там тоже самое абсолютно... Да, нет, ВК это не то. Я себе добавлю магазин. Почему? Ты что, Рома, активность на 100%? Нет, это группа, ребят, они здесь на халяву получают скины. На халяву. Смотрите, они, вот что делают люди на твиче? Они смотрят стрим. И все. А что они делают сейчас? Они смотрят стрим, еще и получают с этого скины. Понятное дело, что, например, вот я не знаю, даже, кстати, можно было жесткого позвать, вообще без проблем. Можно было, наверное, жесткого на стрим позвать и с ним поговорить. Он, типа, фул адекватный чел. Да можно, мне кажется, от этого типа, которого мы сейчас смотрели. Следующая проблема, объясняю вам следующую проблему. Скорее всего, я не знаю точно, но есть шанс, что обесценится цена на рекламу. А рекламодатель-то как это вострадает? Как это вострадает рекламодатель? Большое количество конкурентов становится для стримеров, которые имеют... Смотри, ты, например, имеешь 10 тысяч онлайна. Не рекламодатель теряет, теряешь ты. Берем тебя, Леш. Ты, например... Что, у меня с вебкой происходит? Ты, например, Леш, ты, например, говоришь, я хочу 10 гривен за рекламу, а чел с таким же онлайном говорит, я хочу 5 гривен. Да, ты говоришь... И чел, ты рекламодатель тебя... Чел, например... Смотри, у чела было 70 онлайна до этого. Сейчас у него 3 тысячи. Например, у тебя 3 тысячи. У тебя есть свой ценник, да, например, который ты уже давным-давно топишь. А он говорит, блядь, а у меня было 70 онлайна, почему я не могу поработать за тысячу? А им будут, поверь, когда я начинал, когда я начинал, я рекламировал сайт, по-моему, если я не ошибаюсь, когда у меня онлайн был 12 тысяч, я рекламировал сайт за 7 тысяч рублей или за 6 тысяч рублей мне интеграция стоила. То есть никто не знал цен. И многие... Конечно, это не будет жесткий. Жесткий разбирается в ценах, разбирается в рекламе, и там проблем не будет. Это будут ребята, которые сейчас появятся. А сейчас появится колоссальное количество стримеров, которые просто ведут эту систему, и люди будут. Они будут создавать аккаунты, сидеть у этого стримера, у этого. Сейчас будет такая тема, что начнется просто фарм. Будет АФК зрелый, Вать. Они не будут активности в рекламе принимать, и все. Это 2-3 интеграции. Почему? Им нужно писать сообщение, чтобы... Погоди, рекламодатель не платит за актив в чате. Рекламодатель платит за цифру. Ну какая разница рекламодателя? Цифра в любом случае им приходит. Вы говорите про раны и прочее? Ребят, 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 они все равно заходят. Если вы думаете, что они неактивны, то вы не правы. Там колоссальное количество... Я уверен. Ну давайте... Блин, у меня есть жесткий. Давайте я напишу жесткому. Я спрошу у него по поводу рекламы. Я уверен, что у него все подпрыгнуло. Потому что актив у него бешеный. И это чувствуется. То есть там и чат, там и все. Я вам говорю, вот смотрите. Следующие дня 3 на Твиче все будут выставлять магазины. Все. Ну ты, сука, еще и глазку дал нахуй. Не своим, блядь, сказать просто, блядь. Реально. Реально. Все челы, сука. Сейчас, блядь, 89-й склад нас обгонит, блядь. Так тут не в этом дело. Я вам говорю, что с этой темой нужно каким-то образом... А ты не думаешь, что это пиковая такая точка? Она сейчас, типа, вот она недельку, месяц. Нет, да это начало, да это начало только. Это только начало. Будет так смешно, Вать, если окажется, что на самом деле это все боты, ну и заранее челы так все продумали, короче. Вать, а как тебе такой... Ну первый вариант, то, что Твиче в виде этого, во-первых, они могут все изменить, это раз. А второй момент, ну это такое, да? А второй момент, типа, что... Это так же, как с ВК, ну по аналогии. Смотри, челы очень... Каким ВК, блядь? Что было в ВК? Расскажи мне. В магазин ВК нужно было лайки ставить и комменты ставить, чтобы тебе давались баллы, за которые ты можешь купить скины. Смотри, первый месяц, как только это внедрилось, там просто бешеный актив был. Бешеный актив. Сейчас, когда чел понимает, что есть всегда люди, которые покупают эти... Есть челы, которые там, ну, всегда впереди. Они просто забили на это. Так же и здесь. Люди месяц, типа, поделают... То есть даются не тому, кто топ-1, а просто дается когда-то накопить. Ну, а челы, они челы не будут, да, они ограничены в скинах. Они не будут, не могут по 10 скинов в день продавать. У них будет ограничение на... Нет, там скины продаются каждый час. То есть там, типа, у тебя не знаю, как работает у всех, но там в основном они открывают доступ. То есть, например, открывают на 5 калашерей редлайнер. И люди, ты понимаешь, почему работает актив? Теперь я вам объясняю, почему у этих стримеров всегда будет бешеный актив. Потому что, например, хорошо, ты накопил поинты. И что тебе нужно сделать? Тебе нужно их потратить, правильно? Ну. А как тебе их потратить, если стример рандомным образом открывает ячейки? Нужно следить внимательно. Нужно следить и весь стрим смотреть. Да, и есть делы, которые с криптом... Смотри, смотри, Рома, объясняю. Ты сидишь на стриме, и он заходит в настройки, например, на втором экране, да? И просто включает, пишет 5, где редлайнов. Просто открывает, и там открываются 5 редлайнов. И люди их покупают. И люди всегда сидят на трансляции, они активничают, потому что они понимают, что им нужно не проебать вот этот момент, чтобы куда-то тратились эти поинты. Вать, так это я делал, понимаешь? И тут есть еще один момент. А, вот оно что, спасибо, я записал, буду так и делать. Смотри, Вать, у меня этот магазин скинов, он в теории, он как бы был. Я тоже открывал забалы эти, продавал скины. Рассказываю, есть челы, которые берут это оружие всегда первые. Всегда первые. Всегда. Ты это на Твича делал? Да, конечно, у меня до сих пор это есть. Дима, Дима. Они всегда берут первые, потому что я не знаю, как нажимать. Я тебе объясню, Дим, тут есть одна такая тема, я тебе объясню, которую ты не понимаешь, что это вышло в ТикТок. И минус 2 чел Антон с 0 класса Б, он приходит, и единственный смысл, который он видит, чтобы на данный момент проебать 5 лет своей жизни, чтобы купить АК-47 Redline, понимаешь? Это, кстати, прилив новой аудитории. Это единственный смысл он видит. Он не будет смотреть стримы, потому что ему минус 2 года, понимаешь? Он не будет смотреть нормально стримы. Как это его считать? А он если не смотрел, а так он зашел кисточку с кинами. А у людей 10 тысяч онлайна. Ты понимаешь, что такое 10 тысяч онлайна? Это очень жестко. А теперь... Да у меня даже было. Да понятно там, конечно. В смысле? Было? Да я шучу. У нас решения этой проблемы никакой нет. Единственное решение этой проблемы... Это то, что Твич... Какое? Дать огласку Твичу! Не, ну вот. То, что Твич возьмет и сделает так, что ты не сможешь за баллы продавать ничего. Грубо говоря, ты не можешь за баллы отдавать вещи, которые имеют ценность. Все, все, что можно сделать. Да, в любом случае. Типа и это обломится магазин Дина, где она продает мягкие игрушки ребятам, которые сидят у нее на стримах. Смотрите, я вам объясню больше. Резиного кура там... Нет, 100%. Я уверен на 100%, что Твич ничего делать не будет. Я соглашусь, точно. Наш любимый Твич ничего делать не будет. Абсолютно согласен. И никак они это фиксить не будут. Я вас просто всех предупреждаю. Можете делать аккаунты. Ребят, кто сейчас хочет влететь в стриминг, как раз вот сейчас это время. Вам все, что нужно, это взять у мамы какое-то количество денег, найти тиктокеров бесполезных, которых смотрят там... У них есть маленькие буквально просмотры, у которых реклама стоит 2,5 рубля и баранка с молоком. Вы им пишете, покупаете у них рекламу, туда написываете огромное количество скинов обязательно за 100 миллионов Драгон Лор, за 800 каких-то там тысяч, блядь, Медузу. Самое главное, чтобы были цены, которые чел думает, так, блядь, ну вроде за 48 лет получается я получу Драгон Лор. Почему бы не попробовать? Поэтому вам нужно к этому подойти. Покупайте дешевую рекламу. Есть тиктокеры, которые, имея аудиторию в 100, 200, 300, 400 тысяч, продают клипы за тысячу, за 800 рублей, за 2000 рублей. В тиктоке люди не понимают цен вообще. И там реклама стоит супер дешево. Кто понимает цен, они ничего не продают. Я вам просто говорю, закупайте огромное количество рекламы, включайте стрим, просите девочку или мальчика, которые делают, чтобы они сделали вид, а дают ли скины? Вы отправляете ей один скин, она радуется, она получила 350 рублей, у нее жизнь маслом, и к вам приходят школьники, которые будут вас смотреть. Все. По сути, твич, ну все, контент на твиче больше не нужен. Ребят, если вы хотите, просто запускайте стрим. Ребят, рассказываю, просто рассказываю топовые стримы, которые сейчас могут быть. Берите на вооружение. Что сейчас нужно? Берем, скачиваем, кейс-симулятор, ни в коем случае не донатим в ксго, скачиваем кейс-симулятор, добавляем скины. новую ссылку скинул. Патя, почему ты считаешь, что стримы с другим контентом уйдут? А зачем их смотреть? Типа, они будут подеть, объясняю, объясняю, ребят, ребят, объясняю, есть очень плохая штука на везде, на стримах, и на ютубе. привет, тик-ток, у меня для вас классная новость. Теперь на моем канале вы можете выиграть скины. Я вам расскажу, есть очень плохая штука, которая происходит на твиче и везде, это везде. Смотрите, вы узнаете сейчас в нем себя. Когда вы заходите на какую-то платформу, например, вы заходите на твич, вы заходите на доту, вы видите количество стримеров, вы думаете, как у вас строится в голове, так, если у него 10 тысяч онлайн, значит он норм стример. Вы заходите к нему, понимаете? К сожалению, это работает практически со всеми. Так же самое, многие думают, этот колбаса дороже, значит она лучше. Понимаете? Они не будут только в КС, они будут везде. Смотри, я уже награду тебе говорю, я уже награду говорю, типа купить любую игру в Steam там за 500 тысяч баллов. Я, Алексей, я записал, я записал. Или смотри, знаешь, Вадь, про то, что ты говоришь, добавь мою вебку, пожалуйста, еще раз. Я вот делаю. И смотри, вот ты говоришь то, что делаете там все, мне кажется, появятся некие гаранты, потому что всем, все доверять не будут 100%, потому что какие-то стримеры будут кидать, и будут стримеры с гарантом, которые типа 100% дарят тебе эту вещь. Или отдают эту вещь. Поэтому гаранты, мне кажется, скорее всего появятся. у них цены на рекламу растут втрое, а отдают они скинов супермало. Ты же понимаешь, что они открывают, хорошо, смотри, отдают они, например, за стрим, ну, они отдают там 10 скинов, например. Это очень мало. Это очень мало. А какая цена скинов? Ну, там редлайны, например, которые там стоят 5 долларов, 7 долларов. А, 5-7 долларов, 5 тысяч долларов. Нет, ну, то есть, я не знаю, например, может, жесткий, да, он может себе позволить. Возможно, он отдает много скинов. Если он отдает много скинов, нет. Знаешь, что он зарабатывает в два раза больше, чтобы их покупать, если они в три раза больше. типа, жесткий норм стример. Так я не говорю, что он плохой стример. Я не говорю, что все плохие стримеры. Ну, Вать, как минимум, твоя ошибка была это на такую большую аудиторию говорить, типа, Так а может это как-то сработает? Почему бы? Да нет, дядь, ну, это пояк, Twitch добавлял ставки для того, чтобы люди как раз какие-то материальные вещи давали зрителям за то, что они смотрят. Типа, убрать это никак не сделают, потому что уберут все ставки. И твичу выгодно, что это будет приток новой аудитории, плюс просмотры, плюс заработка. Поэтому если говорить уже, типа, как-то бороться, то бороться с этим нельзя, и мы только сейчас... Так а почему? Зачем с этим бороться? падения в цене рекламы, Вадя, по идее, не будет, потому что, смотри, чтобы тебе конкурировать, тебе нужно давать нормальные подарки. Чтобы у тебя были нормальные подарки, тебе нужна дорогая реклама. То есть, если ты будешь демпинговать и, ну, брать по минимуму рекламу, у тебя не будет денег на эти скины. Соответственно, ты в жопе. И тогда люди поймут, а скам ничего не выдает, я пошел туда. То есть, получается, будет в шоколаде тот, у кого, ну, нормальная реклама. Да, и у кого больше денег. Ну, то есть, вот, соответственно, тут по идее, ну, здоровая конкуренция, по сути. Все равно, нет, 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 все равно тебе кажется, что так будет. Я объясняю, например, рекламой даже в 10 тысяч рублей вполне можно зарабатывать на один стрим. 10 тысяч рублей. Я думаю, человек, у которого уже 3000 онлайна, а через неделю там может быть 10, он спокойно будет эти деньги зарабатывать, даже намного больше.